Пора вкалывать. Ну, замечательно. Значит, давайте мы убьем сразу двух зайцев. Значит, один заяц состоит в... Рассмотрение того, как вообще устроена популяционно-генетическая теория, микроэволюционная теория. А второй заяц состоит в том, что мы это изучим не на абы каком примере, а на примере, который по совместительству является самой важной задачей во всей этой микроэволюционной теории. Потому что, как учат нас совместно дедушки Менделе и Дарвин, эволюция происходит за счет адаптивных аллельных замещений. То есть, какой-то вариант новый и, значит, исходно редкий вдруг оказывается лучше старого и частого. И этот новый редкий вариант вытесняет из популяции старые и частые. И, видимо, действительно эволюция вся за счет этого дела и происходит. И сейчас мы в простейших всяких предположениях огнем и мечом эту задачу пройдем. На самом деле, тут всякие философские вопросы возникают, которые я не понимаю. Потому что, с одной стороны, жизнь слишком сложна, чтобы ее понимать. А с другой стороны, какие-то вещи мы, видимо, понимаем. И, наверное, мы не понимаем адаптивных ландшафтов. Но если мы рассматриваем элементарный шажок, вот аллеля маленькая и большая, то, собственно, весь адаптивный ландшафт состоит из нас из двух приспособностей. И что-то понимать. Мы можем рассмотреть все возможные ситуации. Не понимаем мы, вот мы сделали этот шаг, а большое, которое казалось лучше, а маленького, оно, значит, победило. А какой следующий будет шаг? Кто после этого окажется лучше? Вот это мы из общих соображений никак понять не можем. Но давайте пока сконцентрируемся на светлым радостном, а именно на том, чего мы понять можем. Значит, есть понятие динамическая модель. Что такое динамическая модель? Это, во-первых, описание того, что у нас есть в какой-то момент времени. И мы хотим это сделать описание как можно более простым, но в то же время оно должно быть, что называется, динамически достаточным. То есть, достаточным для того, чтобы предсказать, что будет дальше. Значит, описание и дальше закон про образование. Если мы знаем, что у нас есть сейчас, мы должны уметь предсказать, что будет дальше. Слово «дальше» может иметь два смысла. Если у меня время дискретное, дальше это следующий момент времени. А если у меня время непорывное, и понятие «следующий момент времени» тем самым лишено смысла, то тогда мы говорим о производной, какой скоростью будет меняться. Вот. Значит, мы будем рассматривать то непорывное время, то дискретное, достаточно варгургски обращаясь с переходами. Там могут быть подводные камни, но в данном случае этих камней там нету, и даже понятно почему. Вот. Значит, есть понятие переменные и параметры. Переменные – это то, что у меня меняется, а когда у меня, значит, течет время в моей модели, а параметры – это то, что не меняется. Но параметр – это способ сразу изучать много моделей. Вот я рассматриваю эволюцию частоты аллеля А большого, эта частота – это будет переменная. А какой у меня коэффициент отбора в пользу этого А большого – это у меня, значит, параметр. Но я сразу рассматриваю для произвольного коэффициента отбора, и, соответственно, решаю много задач сразу. Вот. А понятие пространство состояния или фазовое пространство, мы, значит, уже с ним встречались, все мои переменные живут фазовым пространством. Сейчас мы это увидим. И когда моя динамическая модель меняется со временем, значит, она выписывает в этом пространстве состояние, в фазовом пространстве выписывает некую траекторию. Собственно, вот эта идея, что эволюция – это есть траектория в пространстве состояния – это вообще самый, так сказать, плодотворный способ думания о любой эволюции. Вот. Ну, а теперь давайте мы, значит, это... Ой. Значит, это модель сформулируем и яростно изучим. Значит, здесь у нас будет только отбор. Больше ничего не будет. Значит, вот у меня есть популяция численностью N особей. И в ней есть генотипы А большое и А маленькое. Если я А, там, не знаю, зеленое и красное. Если я А большое, то я произвожу W А большое потомков, а если я А маленькое, то я произвожу W А маленькое потомков. Приспособности традиционно обозначаются буквой W. Человек, кто его знает, почему. Вот. И пускаем для дискретных поколений. И давайте мы напишем динамическое уравнение на частоту А большого в следующем поколении. Диктуйте. Какая у меня будет частота А большого в следующем поколении? Да, значит, это сейчас. Т плюс один. Значит, мне нужно посчитать долю А больших среди потомства, принесенную текущим поколением. Поколения не перекрываются. Они, значит, жили, размножились и померли. Сколько у меня будет потомков А голов, потомков А большое? На количество, да, размножение бесполое, значит. На количество мамаша большое. Количество мамаша большое, это будет численность популяции на текущую частоту А большого. Правильно? И, соответственно, поделить на сумму всех потомков. Такое потрясающее по силе эмоционального воздействия уравнение. Вот. Тут встречается грустная для меня педагогическая проблема, с которой я ничего не умею сделать. То есть, численность сокращается в популяции, и больше мы ее никогда не увидим. Но, тем не менее, без численности я не умею это уравнение понятно объяснить. Так, просто число потомков А больших, это число всех потомков. И теперь на численность мы выбрали. А то, что численность сокращается, на самом деле очень интересно, потому что мы часто можем изучать динамику генетической структуры популяции, не очень думая о том, что делается со всей самой популяцией экологически. Она растет или она убывает. А мне плевать, меня интересует, как у меня А большого побеждает А маленького. И поэтому популяционная генетика и популяционная экология часто бывают и осцеплены. Вот, как мы видим здесь. Вот. Значит, теперь очень важный момент. Значит, то, что у меня переменных здесь не 2 и 1, и я вместо частоты А маленького написал единицами на частота А большого, это всем ученым понятно. А исключительно важный момент заключается в том, сколько у меня здесь параметров. Два. Другие есть гипотезы? Два-то их, конечно, два, но не совсем. Ну, как их выразить один человек за другой? Вот А большое предводит 7 потомков, а маленькое предводит 5 потомков. Кричите громче. Громче кричите. Время у меня дискретное. Вот естественный отбор – это, опять-таки, такое, не важно, хороший ты или плохой, важно, ты лучше или хуже. И если у меня А большое производит 7 потомков, а маленькое – 5, то с точки зрения естественного отбора, с точки зрения динамики генетической структуры, это в точности то же самое, как если это производит 700, потом квит – 500. Или это производит 7 миллиардов, а это 5 миллиардов. То есть, как это записать математически? Отношения. Отношения. То есть, мы должны что сделать? Поделить. Кого на что? Поделить все на что-нибудь. Например, поделим каждый член на W большое. Тогда эти пропадут, а здесь будет их отношение. Вот это вот, поэтому параметров у меня один, а именно отношение приспособленности. Видите, сколько мы сделали открытий, еще не сделавши ничего. Во-первых, мы видим, что мы можем изучать динамику генетической структуры, ни на что не обращая внимания на чистость популяции. И, во-вторых, нам не важны приспособности сами по себе, важны их отношения. И это всегда так. Динамика генетической структуры не меняется, если мы все приспособности умножим на одну и ту же положительную концепцию, что мы, собственно, здесь и сделали. Так, давайте мы это перепишем. А еще я все-таки не буду таскать этот торжественный, этот самый, а назову его буквой Х. Теперь, сколько мы начали писать серьезные вычисления. Тут удобно провести вот какую замену параметров. Давайте мы назовем буквы С вот такую вот вещь. Это селективное преимущество аллеля А большое. Ну, ясно, что если они одинаковые, то преимущество будет ноль, а если эта штука больше, то, значит, преимущество будет положительное. Ну, а если, наоборот, W А большое меньше, то, соответственно, селективное преимущество будет отрицательным. Вот. И тогда, соответственно, мы можем записать это, отсюда мы выражаем W, отношение приспособленности, это будет единицы минус С. Давайте запишем это через С. Сейчас мы увидим, что от этого будет веселее. Спасибо. Сейчас. Когда что-нибудь пишу у доски, я всегда пишу. Всегда все путаю. Мы пока еще ничего не сделали, мы просто ввели такое обозначение. Ну-ка, напутал я или нет? Нет, не напутал. Вот оно правильно написано. Замечательно. Вот. Значит, ну и мы можем это, собственно, так и оставить. Давайте я его здесь оставлю. Но это проективное частное, мы можем от него избавиться, считая, что отбор слабый. Значит, в предположении дискретных поколений. Честное динамическое уравнение выглядит так. Как оно выглядит, да? Вот. Вот. Но если предположить, что этот отбор маленький, s маленькое, то поделить на эту штуку. Это все примерно то же самое, если мы сохраняем первый член Тайлорусского умножения, что умножить на 1 плюс s. Значит, пусть... ... 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 страшно потому что мы считаем что отбор слабый и не происходит больших скачков соответственно частоте генотипа из поколения в поколение если большие скачки происходят то динамика одномерная динамика в дискретном времени может совершенно качественно отличаться от одномерной динамики в неправильном времени но в предположении слабого отбора здесь большой беды нет и тогда предположение слабого отбора и считая что время у меня неправильное мы получаем вот такое дифференциальное уравнение где s это селективное преимущество аллеля большого ну а x значит частота аллеля большого это самое главное уравнение в микроэволюционной теории и я прошу всех обратить внимание на то что это по сути то же самое уравнение которое в математической экологии описывает рост численности популяции когда он самолимитируется линейным образом это значит то что называют intrinsic growth rate а это current capacity вот так что одно и то же уравнение значит оно нам полезно на все случаи жизни вот значит да давайте мы значит в основном будем рассматривать вот это приближение приближение слабого отбора ну да видимо здесь не надо тратить много времени как-то лучше написать ну давайте для сравнения посмотрим дискретном времени как это выглядит в неправильном значит это моя частота аллеля ясно что у меня есть две равновесных частоты две равновесных частоты аллеля сейчас мы это формально напишем но ясно что если частота 0 и частота она не изменится если частота 1 то она не изменится соответственно это два равновесия биологически понятно что фиксация любого аллеля есть равновесие поскольку мы не рассматриваем мутации и иммиграции соответственно если изменчивость отсутствует то она так и дальше будет отсутствовать значит если s больше нуля то все промежуточные частоты растут а если s меньше 0 все промежуточные частоты падают и в дискретном времени значит это у меня частота только у меня здесь вместо t n стоит значит эта частота в момент во имени t это в момент t плюс 1 значит равновесие это бисектриса когда у меня одно и то же а эти значит синие это 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 графики вот этой функции значит для s больше нуля этот график у меня здесь идет а для s меньше нуля этот график у меня идет здесь соответственно так у меня выглядит картинка в дискретном времени но может быть и черт бы с ней а давайте смотреть на непорывное время значит здесь ничего не меняется а значит это это правая часть иногда означает ну в самом общем ситуации это значит v от слова скорость велосипедия значит это скорость немножко глупо звучит скорость частоты аллеля на другой стороны так она и есть эта скорость частоты аллеля значит так зависит скорость частоты аллеля v от x зависит от значит частоты аллеля если аллель имеет положительное преимущество есть или имеют отрицательное преимущество но если отбора нет соответственно все выглядит вот так вот теперь можно сделать несколько вещей можно это уравнение тупо как это решить в смысле в явном виде написать его значит решение все умеют решать дифференциальное уравнение это большая большая сила значит вот мы его решаем собравшие значит здесь эти члены эти члены значит эта запись никакого смысла не имеющие не имеет это мнемоника поскольку мы не можем dx под это значит но если мы пишем здесь интеграл это данная основа приобретает глубокий смысл значит соответственно здесь мы вот интеграем от t0 до т здесь вот значит ты нул это момент времени но можно написать 0 ну пускай будет произвольным от начальный момент время это нулевое вот начальный момент времени не была какая-то частота x0 а интеграми дата 10 значит это до текущей частоты здесь мы пишем какую-нибудь другую переменную здесь какую-нибудь другую переменную и значит Дальше используем потрясающее разложение, что поделить на у умножить на единицу минус у, это будет поделить на у плюс поделить на единицу минус у. Кто не верит, может проверить. И дальше используем потрясающую формулу для вот этого вот интеграла. Вот. И получаем, значит, вот так. В общем, короче говоря, всем все понятно. Замечательно. Вот. И тем самым мы просто тупо это дифференциальное уравнение можем, как это, решить в квадратурах в равном виде. Это очень хорошо. Но на самом деле это редкая удача. И, в общем, никому даром не нужны эти решения в квадратурах, естественно. Но давайте посмотрим тем не менее. Значит, что такое решение дифференциального уравнения? Решение дифференциального уравнения – это семейство функций, правильно? Зависящее от начальной частоты, какой-то мы зафиксировали во имя Т нулевое. И в это время у меня могут быть все начальные частоты моего аллеля А большого от нуля до единицы. И, соответственно, мы получаем такое, значит, вот семейство решений. Вот оно здесь обнаружено для случая, вот у меня время Т нулевое, вот, значит, они все убывают. Если РС меньше нуля, все стоит на месте, если РС равно нулю, и все растет, если РС больше нуля. Вот мы, собственно, все сделали. Но это даром никому не нужно, а нужно вот что. Нужно качественное понимание. Давайте мы, значит, исследуем качественно это дифференциальное уравнение. Значит, у меня есть мое пространство состояния. С, значит, частота аллеля А большого, который меняется от нуля до единицы. Красное равновесие неустойчивое, сильное устойчивое. Синее устойчивое. Значит, если у меня, да, и я хочу разбить мое пространство параметров на районы, соответствующие качественно разному поведению моего, моей динамической модели. Пространство состояния у меня состоит из одной, оно одномерное. Значит, это пространство, ось С. Если у меня РС меньше нуля, то это равновесие неустойчивое, это устойчивое. Значит, если РС равно нулю, то у меня любое значение будет нейтральным равновесием, любая частота, значит, если больше, то вот так вот. Выглядит это вот так, сейчас, вот. Пусть у меня параметр медленно, параметр С медленно-медленно меняется, вот растет. Тогда у меня частота А большого падает, все медленнее-медленнее, потом в какой-то момент она остановилась, и потом, значит, когда я стал положительным, пошла расти. Можно об этом думать таким образом. Вот, но давайте мы это дело докажем, проведем это качественное исследование. Ну, собственно, и так все понятно. Значит, как мы находим равновесие для непрорывной, а для непрорывного времени, то есть для дифференциального уравнения. Мы превращаем дифференциальное уравнение в какое уравнение, чтобы найти равновесие? В тупое алгебраическое уравнение требует, чтобы скорость равнялась 0. Значит, мы требуем, чтобы эта штука была 0, и получаем квадратное уравнение, у которого есть 2 корня 0 и 1. Вот, замечательно. А дальше устойчивость мы анализируем тоже нехитрым способом. Значит, вот здесь это нарисовано. Значит, есть ли у меня положение равновесия у меня по определению... Ну, мы рассматриваем одномерный случай, хотя ведь вы линейный алгебр тоже знаете, вы собственные числа и собственные векторы тоже знаете. Замечательно. Но они нам даром здесь не понадобятся, но пока рассматриваем одномерный случай, где, собственно, вектор совпадает с х, потому что ему больше смотреть некуда, а собственное число совпадает с производным. Вот. Значит, в одномерном случае положение равновесия у меня скорость равна 0, естественно, а будет ли это равновесие устойчивым, зависит от знака. Вот, если у меня синий случай, у меня устойчивое равновесие или нет? Вот я отклонился сюда, влево, а скорость роста у меня положительная. Значит, я буду расти или убывать? Я буду расти. А отклонился вправо, скорость роста у меня отрицательная, я буду убывать. Значит, в случае синим у меня это равновесие устойчивое, а в случае красным я отклонился сюда и пошел расти, отклонился сюда, пошел убывать. Значит, неустойчиво. Соответственно, все зависит от знака производной вот этой вот правой части. Я дифференцирую эту правую часть по х. И меня интересует знак. Если знак отрицательный, я оцениваю эту производную в положении равновесия. В каком-то там равновесии, в положении равновесия. Так, и что у меня получается? Значит, это у меня sx минус sx квадрат. Значит, ее производная, это у меня будет s минус 2sx. Правильно? Это моя производная. Значит, в положении равновесия 0 у меня, значит, она у меня равняется s, а в положении равновесия в единице, она у меня равняется минус s. Ну и, соответственно, мы получаем то, что у нас здесь нарисовано. Значит, если это больше... Ну, в общем, все понятно, да? Замечательно. Хорошо, значит, мы ярусно изучили, ярусно нашли равновесие и проанализировали их устойчивости. И получили вот это вот картинку. И это полное качественное исследование, которое, в отличие от написания решения в явном виде, возможно, но тоже не всегда, но, так сказать, в гораздо более широком диапазоне ситуации, полное качественное исследование возможно, и, так сказать, это то, что важно. Но, с другой стороны, если можно в явном виде записать решение для такой важной задачи, это тоже, значит, надо оценить. Так. Вот. Ну и последнее, значит, это все, что мы делали, это была прямая задача. Вообще говоря, мы можем попытаться решить обратную задачу. Мы видим, как в популяции, собственно, из этого же уравнения, мы можем выразить s. Кто мне запретит? И я вижу, что там за одно поколение частота полезной какой-то мутации увеличилась с 50% до 51%. Значит, тогда, просто тупо подставляя это сюда, мы делаем вывод, что селективное преимущество этой мутации равна 4%. Значит, реально это практически никогда не работает. Изберять коэффициент отбора просто по скорости изменения частота аллели не получается, потому что обычно коэффициенты отбора маленькие, и померить частоты аллели с достаточной точностью, чтобы это имело смысл, мы не можем. Ну, бывают исключения, когда имеет место там ужасной силы отбору, тогда это как-то можно делать. Но, тем не менее, формально говоря, мы можем, мы можем, так сказать, этот подход был Холденом предложен еще в 30-е годы, когда думали, что отбор сильный, и вообще это был золотой век, когда все можно было делать. А на самом деле так, конечно, делать нельзя. Вот. Хорошо. Значит, тем самым мы рассмотрели на таком исключительно важном примере отбора действующего на всего лишь пару аллелей, рассмотрели, как устроена динамическая теория. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...